Добрый вечер, уважаемые телезрители! В студии Вадим Малышкин в эфире выпуск программы новости Таллина. Многие жители страны с волнением ждут завтрашнего дня, ведь именно завтра правительство готовится принять окончательное решение по ужесточению ограничительных мер. Вчера научный совет представил свой обзор и предложил пакет возможных обновлений. Пока не говорится о самом жестком сценарии, но сегодняшняя статистика позитивных тестов однозначно говорит о необходимости быстрого реагирования. На еженедельной пресс-конференции Департамента здоровья побывал наш корреспондент Михаил Владиславлев. Если вчера число позитивных тестов на коронавирус составило 622, то уже сегодня 811. В Таллине добавился 271 больной. Два человека умерло, вырос и кумулятивный показатель за последние 14 дней. Теперь он составляет 647,5 на 100 тысяч человек. Это выше, чем в закрытой на карантин соседней Латвии, намного выше, чем в Литве и более в Финляндии, где этот показатель ниже 100. В больницах страны находятся 507 пациентов. С таким количеством больных наша система пока ещё может справиться. Но сухая статистика позволяет специалистам сделать вывод, что число пациентов будет расти. В некоторых больницах можно увеличить число мест для коронавирусных больных, но в Таллине потенциал почти исчерпан. «Мы удерживались на стабильном, хоть и высоком уровне, полтора месяца. Но сейчас видно, что уровень заболеваемости опять начал расти. В действительности критический порог мы перешли в конце прошлого года. Сегодня же видно, что несмотря на все наши общие усилия, заболеваемость растёт, и ситуацию надо воспринимать очень серьёзно». В Департаменте здоровья напомнили, что кризис или вторая волна пандемии началась ещё в ноябре. С помощью совместных усилий медиков и населения, а также при активном участии власти и столицы, которых некоторые псевдоспециалисты упрекали в излишней строгости, удалось стабилизировать рост заражаемости, но на очень высоком уровне. Наиболее тяжёлая ситуация сложилась в Хариума и Давируума. Но теперь рост фиксируется во всех районах. Более того, новый шлеск болезни опять отмечен и в Хариумском везде. За неделю кумулятивный показатель вырос на 20%. Есть и другой индикатор, на который ориентируются медики – коэффициент заболеваемости. Ещё недавно он был ниже единицы, что означало стабильность. Теперь он равняется 1,1. Если он сохранится на этом уровне, то к концу месяца кумулятивный показатель вырастет до 800 больных на 100 тысяч человек, а в марте перевалит за тысячу. Ситуация просто выйдет из-под контроля. К тому же в стране появился более опасный британский штамм, и он помало распространяется внутри Эстонии. Утром у нас имелось 769 коек для ковид-пациентов, из этих коек 63 интенсивной терапии третьего ранга. Так что коек пока имеются, но очень важно заниматься больными регионально. И что самая самая большая проблема сегодня – это больше и больше больных в Харюмасском районе, в Тайлине. Завтра правительство продолжит обсуждение пакета мер, предложенных научным советом по коронакризису. Медики считают их относительно либеральными, но кто-то жесткими. Все области, в которых планируются ограничения образования, культура, развлечения, связаны между собой. Но нельзя допустить полного локдауна. Придется искать компромисс. Новые меры, скорее всего, будут приняты завтра же. Но февральскую ситуацию, как полагает министр Таннель Кик, мы изменить уже не в силах. Идет битва за март. Весной вакцинирования хватит больший процент населения. В ситуации может наступить решающий перелом. Но сейчас все опять зависит от нас, нашего благоразумия и терпения. Тогда весной может забрежить свет. Михаил Владиславлев, Петер Голевайн, Новости Таллина. Конечно, тема борьбы с эпидемией – одна из важнейших и для города. Однако на сегодняшней пресс-конференции городского правительства немало говорили и о других опасностях, которые могут доставить немало неприятностей. Недаром город совместно со спасательным департаментом разработал программу, которая поможет сделать дома пожаробезопасными. И очень поможет пожилым людям, особенно в зимний период. Несмотря на все резонансные случаи, связанные с пожарами и угарным газом, оказывается, что количество пожаров на одного жителя Эстонии можно сопоставить с подобными цифрами у наших соседей, куда более благополучных скандинавских стран. Так что по статистике все выглядит вполне благополучно. Однако есть одно «но». В наших пожарах гибнет в три раза больше людей. Чтобы решить эту проблему, Таллин совместно со спасательным департаментом еще в 2018 году запустил проект под названием «Обеспечение пожарной безопасности домов». После оформления вашей заявки есть вероятность, что вашу печную или газовую систему отопления или сам дымоход отремонтируют. Если это необходимо, проведут и более масштабные работы. Исключение в этом проекте одно – если у вас центральная система отопления. Заявки принимаются до конца месяца. В рамках этого проекта люди, которые испытывают финансовые сложности, смогут воспользоваться консультацией по данному вопросу и получить реальную помощь. Специалисты спасательного департамента приходят домой оценивать ситуацию, но штрафов не выписывают. Наоборот, дают дельные советы. А если человек действительно подпадает под категорию людей, которые нуждаются в помощи, то его ждет еще и бесплатный ремонт, который в итоге снизит риски возгорания. К сожалению, люди не так часто, как это необходимо, контролируют свои электросистемы. Не чистят дымоходы, не проверяют печи. Наверное, с прошлых времен нам досталось еще и то чувство, что любой проверяющий – это априори плохо. Что уж тут говорить о представителях старшего поколения. Столичные власти призывают ничего не бояться, ведь этот проект как раз и нужен для того, чтобы помочь тем, у кого не хватает ни сил, ни средств на приведение трубы или печи в порядок. Ведь некоторые из наших бабушек и дедушек вообще имеют лишь отдаленное понятие о том, что такое датчики дыма или угарного газа. Да, конечно, есть предрассудки, что кто придет, оценит ситуацию, сделает какое-то предписание. Нет, наоборот, этот проект нацелен на то, чтобы помочь как можно большему количеству человек. Сейчас есть хорошие для этого возможности. И существует даже невозгораемое постельное белье, например. Такое белье может пригодиться для дополнительной безопасности лежачего больного, проживающего в доме или квартире с печным или газовым отоплением. Вице-мэр также отметила, что обратиться можно и по менее масштабной проблеме. Например, если просто отсутствуют датчики. По проекту их могут приобрести для квартиры или дома, и главное, специалисты установят их в нужное место и проверят всю систему отопления на предмет безопасности. Бесплатно. И еще один, как сейчас модно говорить, лайфхак. Если ваши старшие родственники об этом проекте не знают, заполните заявку за них. Лучше проблему, если она есть, обнаружат сейчас. Да еще и устранят не за ваш счет. Заявления принимаются по адресу проекта обеспечения пожарной безопасности домов коду tulaoghtux.ee, который вы видите на ваших экранах. И еще одна важная деталь. Заявки принимаются еще полторы недели. Илья Бань, Андрес Лоурант, Новости Таллина. Пожилые люди всегда находились в центре внимания города, поэтому столь большое значение имеет ситуация с коронавирусом в Ирусском попечительском доме, где в начале января был обнаружен коронавирус. Персонал и волонтеры, по словам вице-мэра Бетины Бешкиной, ежедневно прикладывали титанические усилия, чтобы болезнь не охватила весь дом, в том числе и работников. И сейчас ситуация стабилизирована и взята под контроль. Полным ходом идет вакцинация. И этот случай показывает, что наш сегодняшний гость, доктор Аркадий Попов, абсолютно прав, когда говорит о том, что бдительность терять нельзя. Аркадий, добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня вы сказали о том, что ситуация ухудшается. О чем конкретно идет речь? Конкретно идет речь о том, что количество заболевших растет. И сегодняшняя цифра 811 с утра, которую мы видели, довольно высокая. И плюс к этому количество заболевших на 100 тысяч человек за две недели, оно, на мой взгляд, сейчас рекордное. За все время эпидемии. Так что, к сожалению, со стороны медиков мы имеем достаточно большую озабоченность этой ситуации. В связи с тем, что растет уровень заболеваемости, растет и количество пациентов, которые требуют больничного лечения. Действительно, рекордные цифры в печальном смысле. Чего нам ждать в ближайшем будущем? В большинстве случаев мы видим, что за подъемом общей заболеваемости следует примерно с недельной задержкой подъема количества пациентов, требующих больничного лечения. И это, следовательно, влечет за собой такие последствия, как дополнительные койки, которые мы должны будем в больницах разворачивать для лечения ковидных пациентов. И, соответственно, мы должны делать какие-то, к сожалению, изменения в отношении планового лечения. Если будут развернуты дополнительные койки, то, соответственно, будут уменьшены объемы планового лечения, которые предоставляют больницы. Также вы говорили сегодня о том, что правительству нужно срочно принять меры. Какими они могут быть? Ну, я бы оставил здесь мяч на стороне правительства, в первую очередь. Тем более, что здесь необходимо исходить из тех данных, которые дает научный совет и эпидемиологи Департамента здоровья. Они, эти меры, которые будут приниматься, я больше чем уверен, что определенные решения будут приняты в этом отношении, потому что мы все видим ухудшающуюся ситуацию. Они будут эквивалентны этой ситуации. Но то, что мы знаем из опыта, например, прошедшего, прошедшей осени, когда после каникул, школьных каникул был подъем заболеваемости. И сейчас, когда мы увидели, что дети стали опять ходить в школу, мы увидели опять подъем заболеваемости. При этом, конечно, я думаю, большое влияние играет также случай заболеваемости на рабочем месте и распространение в семейном кругу. Естественно, что люди, которые заболевают в семейном кругу, приносят извне эту инфекцию, и либо они получают ее на рабочем месте, либо они ее получают где-то в общественных местах. Так что здесь нужно взвешивать все эти моменты, исходя из этого, принимать решения. А чем опасен так называемый синдром привыкания? То есть мы привыкаем к большому числу зараженных уже? Я думаю, что это вопрос такой философский, глобальный даже, не только и совсем не эпидемиологического характера, а это вопрос, который касается каждого из нас, кто сейчас живет в этот непростой момент, когда цифры на экранах телевизоров или, например, в новостных СМИ говорят нам о больших числах заболевших людей, о том, что они требуют больничного лечения, и что имеется довольно высокий уровень смертности. И глядя на эти цифры, такое ощущение, что мы уже привыкли к этим цифрам. На самом деле за каждой цифрой стоит человеческая судьба, человеческая проблема, боль. И я думаю, что вот об этом не стоит забывать. Это самая главная проблема, с которой мы сегодня сталкиваемся. Мы больше смотрим на то, что нас окружает, нам кажется, что если я сегодня не столкнулся с этой болезнью, и мои родственники с этим не столкнулись, немножечко все это ретушируется. На самом деле, когда эта болезнь приходит в дом, и человек попадает в больницу, его состояние тяжелое, только тогда меняется вот это отношение к этой ситуации, он становится более серьезным. Мне хочется, чтобы у людей возникло это ощущение, что надо помогать другим людям оставаться здоровыми, профилактически, до того, как люди непосредственно лично сталкиваются с этой проблемой. То есть вы говорите об элементарных правилах, которые уже установлены у нас в стране? Да, в том числе. Если мы будем их эффективно выполнять, я думаю, то и в этом случае у нас будет возможность удерживать ситуацию как минимум на стабильном уровне. Но не всегда это удается делать. И мы знаем, что когда возникает, например, ситуация, люди во время каникул хотят путешествовать, то, что было уже и раньше, мы видели, в тех зонах Эстонии или в регионах, где заражений гораздо меньше, и были открыты, допустим, определенные заведения, спа, отели и так далее, из зараженных мест люди отправлялись туда, и больше думали о том, как провести свободное время, нежели о том, чтобы не заразить тех людей, которые живут в тех регионах. Я думаю, это тоже довольно элементарные вещи, но на которые стоит обращать внимание. Спасибо за информацию. Успехов вам. А я напоминаю, что в студии был руководитель Ляны Таллинской центральной больницы Аркадий Попов. А мы продолжаем наш выпуск. Жители Лас-Намяя были весьма активны при обсуждении народного бюджета. Цифры говорят сами за себя. В общей сложности только за победившую идею отдали голоса 1411 проживающих в этом районе. В рамках проекта народного бюджета в столичном районе Лас-Намяя победило предложение по реконструкции пешеходного тоннеля Мустакиви. О том, почему именно эта идея пришлась по душе жителям Лас-Намяя в репортаже Сергея Овченкова. Состязание идей было напряженным. Авторы некоторых идей агитировали голосовать за них не только в интернете, но также и на свежем воздухе, устанавливая информационные таблички. И теперь победитель Ясин. Ежедневно через тоннель Мустакиви проходят тысячи людей. Он был предназначен для того, чтобы пешеходы смогли спокойно и безопасно пересекать столь загруженную магистраль, как Лагна-Т. Ведь замысел проектировщиков состоял в том, чтобы мосты и туннели дали возможность машинам следовать по Лагна-Т, не останавливаясь на светофорах. Свою функцию эти сооружения выполнили. Однако время не стоит на месте, любая постройка требует обновления или ремонта. И туннель Мустакиви, имевший довольно печальный вид в последние годы, не исключение. Поэтому понятно, почему предложение в рамках народного бюджета по реновации вышеупомянутого подземного перехода набрало большинство голосов и теперь наверняка будет реализована. Я заметила, что давно со времен строительства данного тоннеля до сегодняшнего дня не было произведено радикальных изменений. Я всегда задавалась вопросом, почему. Поскольку очень большая проходимость, многие люди, пешеходы на сегодняшний день им пользуются. И мне хотелось что-то изменить в позитивную сторону. И я видела в этом огромный потенциал. Раньше туннели такого типа не отличались изяществом и выдумкой, но теперь он будет уже совсем иным. Ведь согласно предложенному проекту туннель планируется видоизменить, придумав для него элементы внутреннего оформления. О мрачном переходе, куда ночью заходить страшновато, скоро забудут. Туннель предполагается сделать безопасным, а измененный дизайн поможет не только сделать переход более светлым и, так сказать, теплым за счет красок, но быть может и привлечет больше людей, которые его используют не только с целью добраться из одного пункта в другой, ну и также просто по нему прогуляться. Мне кажется, на сегодняшний день с функциональной точки зрения все работает. И моя главная задача была сделать эмоциональный и эстетический опыт приятным. Таким образом, решение принято, и управа Ласнаме приступит к реновации народной мечты. Планируется, что ремонт будет завершен еще в нынешнем году. В рамках народного бюджета району было выделено 128 тысяч 60 тысяч евро. Что же касается остальных идей, то не исключено, что на них будет тоже обращено внимание, и столичные власти попробуют найти возможности для реализации некоторых из них. Сергей Овченков, Март Эйнло, Роман Васильев. Новости Таллина. Наша планета все больше превращается в огромную свалку пластиковых отходов. Мировое научное сообщество уже давно ищет пути повторного использования пластика. Разработанная в Таллине технологическая новинка, которая появилась в одном из супермаркетов, призвана помочь сократить использование пластиковой тары. Ведь решение этой глобальной проблемы может состоять из множества небольших, но важных шагов. Несмотря на то, что у нас существует система сбора и вторичной переработки пластиковой тары, назвать саму проблему вторичной по-прежнему нельзя. Именно поэтому наша страна всячески пытается использовать научный потенциал для того, чтобы принимать решения и создавать модели, которые смогут быть востребованы и за ее пределами. Сегодня в одном из крупнейших супермаркетов столицы появился необычный аппарат с красивым названием «Виолетта». Это техническая разработка наших студентов из «Талтеха», которая с помощью ультрафиолетового излучения останавливает рост и впоследствии убивает бактерии на пластиковых продуктовых контейнерах, которые многие из нас используют практически ежедневно. Специалисты отмечают, что данный аппарат внесет свой вклад в экологию страны. Он может нам помочь уменьшить использование одноразовой пластиковой посуды. Люди могут приходить в магазин со своими контейнерами, использовать их несколько раз. И благодаря этой машине мы добьемся, что эти повторно используемые контейнеры будут, так сказать, семистерильны. Они не будут содержать большого количества бактерий. И благодаря этому качество продуктов, которые в них упакуют, не будет как бы понижено. Таким образом, теперь можно приходить в магазин со своим контейнером для еды, а не покупать каждый раз новый. Главное, чтобы контейнер был изначально чистым. А вот избавить от большого количества бактерий поможет уже аппарат «Виолетта». К слову сказать, на продукты, которые потом вы захотите поместить в контейнер, ультрафиолетовое излучение ни физически, ни химически не влияет. Машина очень проста в использовании. Достаточно открыть крышку и положить туда свой пластиковый контейнер. Закрыть крышку, нажать на кнопку и подождать 8 секунд. В любом случае, рядом всегда будет работник магазина, который обязательно поможет в случае каких-либо затруднений. Наш работник, который прошел обучение, как правильно использовать эту машину, конечно же, будет знакомить ее и с нашими посетителями и помогать им. Я надеюсь, что эта история пойдет дальше таким образом, что если, например, будет стоять небольшая очередь в отделе и кто-то один станет использовать этот аппарат, то остальные тоже захотят узнать, что это за новинка и потом расскажут о ней дома и своим друзьям. Конечно, такой аппарат лишь песчинка в море под названием «Борьба с пластиковыми отходами». Но, тем не менее, используя пластиковый контейнер не единожды, мы сможем пусть ненамного, но все же сократить пластиковые отходы. Вадим Малышкин, Петер Юлевайн, Новости Таллина. Жители и гости столицы могут совершить весьма необычную экскурсию. Старая батарейная крепость вновь открыта для посещений. А опытные гиды расскажут об этом уникальном комплексе и о том, как складывалась его судьба за долгие годы существования. 20 февраля начнутся туры на эстонском языке, а в ближайшие дни появится и расписание экскурсий на русском. Так что можно отправиться в путешествие по одной из самых впечатляющих архитектурных достопримечательностей столицы – комплексу бывшей батарейной тюрьмы. Участники тура поймут, что эти здания – не только бывшая мрачная тюрьма, но морская крепость, построенная по указу русского царя, которую очень по-разному использовали на протяжении десятилетий. При этом здание крепости является одним из самых впечатляющих на побережье столицы. В ближайшее время батарейную крепость ждет реконструкция. Здесь появятся сооружения с бизнес-центрами, квартирами, центрами досуга, магазинами и ресторанами. Но пока нужно воспользоваться редкой возможностью увидеть крепость в ее нынешнем состоянии, где все дышит историей, порой жуткой, порой загадочной. Нынешняя зимняя погода оказалась переменчивой. Потепление сменяется морозами и наоборот. Это является одной из причин появления свисающих с крыш домов сосулек, которые могут быть опасны не только для здоровья, но даже и для жизни. И хотя в основном в Таллине их ликвидация проходит очень хорошо, муниципальная полиция призывает жителей и гостей столицы быть внимательными и сообщать о тех местах, где сосульки еще не убрали. Тему продолжит Сергей Овченков. В связи с нынешней изменчивой погодой, столичные крыши вновь покрываются время от времени слоем снега и многоочисленными сосульками, которые представляют прямую опасность для жизни людей. И наверняка многие люди, прогуливаясь по тротуару, замечают, что на некоторых крышах сосулек нет, поскольку их своевременно убрали. Но с других крыш они продолжают свисать. И тут возникает вопрос, кто должен их убирать. Стоит напомнить, что уборка снега с крыш входит в обязанности квартирных товариществ и владельцев домов. В Таллине действительно есть проблема с сосульками. И не только с сосульками, но и с прессованным снегом и с большим количеством льда на крышах. Больше всего такие проблемы встречаются в районе Пыхья-Таллин, центр города. Ну, честно говоря, везде такие проблемы есть, потому я советую без какой-то паранойи, боже упаси, но передвигаясь по улицам, посматривать вверх, дабы убедиться, что нет опасности никакой на крыше. Для уборки снега следует обратиться фирмы, которые занимаются этой деятельностью. По словам специалистов, снег с крыши рекомендуется убирать после того, как он выпал, а накопленный слой составляет примерно 5 сантиметров. Если снег еще не начал таять, то работа займет меньше времени и в связи с этим стоимость будет дешевле. Однако, чаще всего с чисткой снега затягивают, из-за чего он успевает спрессоваться и немного потаять и в итоге возникают сосульки. Но и сами граждане могли бы проявить большую активность и сообщать о таких опасных участках во избежание трагедии. Сразу обращайтесь к нам по номеру 14410, потому что действительно первый шаг, который должен предпринять собственник недвижимости либо квартирное товарищество, он должен оградить эту опасную зону. По большому счету это не требует никаких денежных затрат и времени. То есть это очень легко. Но вот эта часть тротуара, к примеру, должна быть обозначена и огорожена. И после этого собственник недвижимости либо квартирное товарищество должно предпринять все от себя зависящее, чтобы крыша была очищена. Согласно статистике, за январь сотрудники муниципальной полиции сделали почти 150 предписаний домам и квартирным товариществам с требованием убрать снег или сосульки с крыш. Радует, что это требование в своем большинстве было выполнено. Но не стоит забывать, что зима еще не закончилась. А следовательно, сосульки, как и снег, на крыше будут еще появляться. Так что, как говорится, следи за собой, будь осторожен. Сергей Овченков, Роман Васильев, Март Эйнло, новости Таллина. Сосульки, конечно, нужно убирать, они действительно опасны и, похоже, до их таяния еще далеко. Во всяком случае, серьезные минусовые температуры, которые сулит прогноз погоды, об оттепеле никак не напоминают. Предстоящую ночь ожидается переменная облачность. Ветер северо-восточный 4,10 метров в секунду. Температура воздуха от 13 до 19 градусов мороза. В четверг днем переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный и восточный порывами до 13 метров в секунду. Температура от минус 10 до минус 15 градусов. В ночь на пятницу небольшая переменная облачность без осадков. Ветер восточных направлений 2,8 метра в секунду. Температура воздуха от 21 до 28 градусов мороза. В пятницу днем погода ясная или с небольшой облачностью. Ветер переменных направлений 1,7 м в секунду. Температура от минус 13 до минус 18 градусов. В ночь на субботу небольшая или переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 2,8 м в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов мороза. В субботу днем небольшая и переменная облачность. Ветер южный и юго-восточный 3,9 м в секунду. Температура от минус 11 до минус 16 градусов. Выпуск столичных новостей подошел к завершению. Мне остается только вам пожелать приятного завершения дня и, разумеется, здоровья. А я, Вадим Малышкин, с вами прощаюсь. До завтра, когда в 21.00 начнется выпуск программы «Новости Таллина».